Ну что, 7.30, когда пора Брауэллэстарс, Брауэллэстарс, И НО МЕ ТРАБЕЙШЬ! Если ты хочешь, то ты плохая. Ты тоже плохая. Значит, что у нас тут происходит? Всем доброго времени суток, мы идём со школы. И получается так, что Артём сегодня просто весь в разорении вышел со школы, потому что ему нужно делать кучу уроков. И потому что он всегда сжёт меня из города. Я сжёт меня, я сжёт меня четыре, это пять. Боже, какая трагедия. Значит, рассказываю по очереди, перевожу. Во-первых, нужно делать много уроков ему. Нужно выучить все косточки, все косточки теоретические. Все названия косточек, в чём я ему не могу помочь. Подожди секунду, я сейчас переведу, всё по очереди. Это было первое, нужно выучить все косточки. Второе, а, нужно выучить на среду все косточки. Второе, значит, Артём всегда, когда кушает свой ланч, колет нормальный инсулин, но почему-то всё равно поднимается ещё сильно сахар. Не знаю, что происходит, Тёмыч. Это второе. Это второе, потому что, когда я начну кушать, то, что, если я спрят, то не даю мне по-другому. Да? Не даю, то есть, патрио дает полтора, и я думаю, что когда я прошла 15. Понятно. Значит, ему нужно колоть инсулин и сразу кушать, потому что потом у них получается прогулка во дворе. И если он будет ждать, пока пройдут 15 минут, чтобы потом кушать, короче, у него не будет времени, чтобы погулять на улице. Ну, ничего, Артём, всё нормально, ничего страшного. Ну, в общем, просто безобразие какое-то. Понимаете? Вот безобразие. Что я могу сказать? Вот так. И птикаем. 5 на кардус и я. Да нет, Артём, всё нормально. Всё хорошо. Ну, ничего, потом уже опускается. Вот потом не опустилась. Вот потом не опустилась. Да, вот тут тёма счёту не опустилась. Не знаю почему. Ну, короче, что-то у нас происходит, нам надо выездить. Нам нужно выездить, что происходит. Ничего, Артём. Ничего страшного. Всё получится. Всё получится, правильно? Оп. Да. И вообще. Бедный Артём. Он в расстройственных чувствах сегодня вышел со школы. Ну, что за безобразие. Вот. Я сегодня вам ничего не снимаю, дорогие зрители. Вот сейчас только начинаю и буду снимать. Потому что целая вещь, что я так забегала, замоталась. У нас всё нормально. Чешем быстренько домой со школы. Вот. И дальше все новости буду сообщать. А пока что у нас только вот такие печальные новости. Вот. Утёма будет рыба. Мама заказала рис. Я ей делаю типа плова. Но сейчас это просто лучок, который шкварится. Вот. Сделаю ей с овощами рис. И потом буду добавлять туда мясо. Боже, где у меня там рис? Вижу гречку. Баночка. Что у меня здесь творится? В этом шкафу мне кто-то скажет. А, вот мой рис. Да, да, да. В баночке из-под печенья, блин. Да, вот так вот. Вот. Значит, зашла я тут в магазин, который экологических продуктов, который... Как он называется? Гербалайф. Божечки. Вечно забываю. Так вот. А что я хотела здесь взять? Я хотела взять здесь Артему муку, которая из ореховой мука. Дай бог памяти, я вспомню. Альмендра. Это у нас, переведите мне, я забыла, как называется миндаль. Вот. Миндальная мука. Она для него самая хорошая. Ну, кто диабетики знает, что на миндальной муке можно готовить все диабетикам, так как в ней нет практически углеводов. Но здесь у них остался один пакет, который за 21,99. Также есть наподобие. Что может быть наподобие? Это мука кокосовая. Она, в принципе, тоже хорошего состава. Сейчас мы посмотрим. Здесь у нас жиры 12,8. Дальше. Идратус декарбону 53. Здесь есть у нас углеводов аж 53. Но сахар есть 8,1. Но мне не очень нравится этот состав, я вам скажу честно. Вот еще есть какая-то Арина де Коко. А здесь у нас что? Грасса, значит, жир 15. Жиры 16 уже углеводов. Намного меньше. Видите? Сахар зато 14. Зато сахара больше. Видите? Белки 20. Это хорошо. И фибра, это клетчатка 37. Неплохой состав. Но, опять-таки, один последний пакет у них остался вот этой муки. Но здесь нет ни состава, ничего. Написано, что свежий орех, молотый и все. А где энергетическая ценность? Ее бы сюда. Блин. Плохо. Плохо-плохо-плохо. Вот. Также всякие у них. Давайте пройдемся. Давайте я вам покажу, что тут есть. Я заодно бежала домой. И, смотрите, есть всякие у нас тут овсяные крупы разных помолов, обработок. Мед, посмотрите, цены 6,89, 6,99, 12,24. Вот банка 11,53. Разные, короче, цены. 12,44 такой мед. Что у нас еще есть? Кофе всякий. Дальше соки. Ага, вот здесь, кстати, возможно, будет тоже, как он называется, наш цикорий. Но я маме уже купила, мы будем его пить. И если нам нужно, она будет... Вон, по-моему, цикорий лежит. За 7,39. Если нам надо будет цикорий, то я приду. Видите, полупустые полки, потому что, видите, не доезжают к ним. Тетка мне, кстати, тоже сказала, которая работает, что не знают, когда привезут. Видите, полупустые все. Видимо, не доехали к ним тоже. Многие продукты не доехали. Вот так сказать. Вот так вот. Что тут у нас еще есть? Рисовые хлебцы, которые мне не нужны пока что. Молочки немножко. За 3,65 кефир. Ну, в принципе, в таких магазинах цены всегда на порядок выше, чем в обычных. Да? Типа считается там экологически чистая и так далее и тому подобное. Вот. Даже есть всякие новогодние вкусняшки. Да. И мне тоже чего-то хочется съесть вкусненького. Ну, мы ничего не будем брать. Я пошла. Я зашла за мукой. Точнее, я зашла спросить, если у них такая мука. Она вообще есть. Но надо будет прийти. И не хочу просто брать, лишь бы брать. Потому что мне может оно не подойти. Я не вижу там состава. И что я могу там взять? Вот. Значит, я бегу домой. И у нас, пожалуйста, вам вечерняя Валенсия. Все тихо, спокойно, хорошо. И погода прекрасная. Там где-то светит луна красивейшая. Вот она, вот она, вот она, вот она. То фонарь, а то луна. Я иду на красный. Сейчас меня задавит кто-то тут. Я вот это иду тут и снимаю. Без конца и без края. Вот. Вообще, хотела ответить на некоторые комментарии. Боже, какую милую бульдошку там стоит. Хотела ответить вам на некоторые комментарии. Потому что задают вопросы по поводу того, по поводу хороших, полезных привычек. По поводу того, с чего начинать. Вижу, что есть много людей, которые не занимались спортом. Никогда не занимаются. У которых есть лишний вес. И всегда задают один и тот же вопрос по поводу того, с чего начать. С чего начать. Как начать. Как себе замотивировать. Вообще, вот самый-самый ноль, самого нуля, да. С чего мы можем начинать. И, в принципе, наверное, один единственный совет, который я могу дать и всегда даю, это вы просто поднимаетесь раньше, чем в ваше обычное время. Вот вы поднимаетесь в 8 утра, поднимаетесь в 7, поднимаетесь в 6. Просто умываетесь, одеваетесь и выходите ходить на улицу. Все. Вы должны заставить себя двигаться. И двигаться больше, чем сидеть. Вот если вы большую часть времени своего на протяжении дня проводите сидя, то сейчас вы должны это поменять. Вы просто должны поменять местами ваше сидение с вашим хождением. И все. Рекомендую, конечно, купить часы, дабы прослеживать немножко типа там шаги. Но опять-таки, вот честно, не важно. Даже не надо ничего покупать. Даже, ой, какая машина. Даже не надо ни на что тратить деньги. Абсолютно. Вот это все лишнее. Ничего покупать не нужно. Нужно просто брать и делать. А брать и делать это подняться на час раньше, одеться и идти ходить. Я не знаю. Наверное, вы недавно за мной следите. В общем. Ой, класс. Какая барберская, яркая. Класс. И те, кто у меня новые подписчики. Вот. Наверное, вы не видели предыдущих видео. Так как я видео много выставляю каждый день практически. Естественно, их очень много. Но я раньше делала именно так и немножко по-другому. Я поднималась в полшестого, в шесть утра и становилась на тренажер, который у меня есть дома. Ну понятно, он у меня есть дома, но если бы даже его не было, я бы выходила на улицу. Мне нужно было сбросить там определенные свой килограммы ненужные типа. И я что делала? Я просто вставала раньше. Боже, какая вкуснятина опять. Везде. Прямо отзбивают меня в смысле все это вкуснятина. Ну что за безобразие. Вот. Я раньше поднималась и сразу занималась спортом. Натощак. Без какой-либо еды. Стакан воды выпили и пошли ходить. Все. Улица есть у всех. Кроссовки есть у всех. Если на улице холодно, да, холодно, противно. Но с этого нужно начинать. Если вы не начнете сейчас этого, вы никогда не начнете ни с чего. Я не могу вам сказать идти в спортзал, потому что на данный момент все, что вам нужно, это просто начать двигаться. Мне написала одна подписчица 97 килограмм, что очень большой вес и совсем не занималась. И как бы вот я отвечаю на этот вопрос. Я очень хотела на него ответить. В комментариях я написала, что запишу сегодня видео. Мне просто очень хотелось развернуто и хорошо ответить на этот вопрос. Потому что этот вопрос не впервые мне встречается. Вот и все. Также, конечно, я бы вам... Ну как? Диету, диету. Опять-таки я сейчас... Я вообще в принципе не люблю это слово диета. Но... Сейчас какой у меня, можно так сказать, образ жизни и моя система питания. К ней нужно прийти. И к ней нужно прийти морально. Потому что я пересидела, можно сказать, на всех диетах, каких можно, да? Участвовала я в соревнованиях, я вам много раз рассказывала. И в фитнес-бикини я участвовала. Это сильно жесткие сушки, это сильно жесткие диеты. Это очень сильные ограничения. И всегда, всегда все ограничения они приводили только к одному результату. К срыву и к набору большего веса. И причем эти срывы и эти психологические травмы, которые вы получаете после этих ограничений, их очень сложно потом прорабатывать. Очень сложно. Я очень долго прорабатывала свои проблемы психологические после всех своих выступлений и всех своих фитнес-бикини и всех этих ограничений, которые там были. Это все очень сложно. Поэтому я не советую вам обращаться, ну как бы, можно обратиться к нутрициологу, диетологу, который вам составит программу питания. Но вы понимаете, это все временные результаты. Это все результаты временные. Потому что пока вы за этим всем следите, у вас есть результаты. Как только вы это все бросаете, у вас все возвращается. А почему? А потому что у вас есть психологические проблемы в голове. И пока вы не решите эти психологические проблемы, вы никогда не избавитесь от лишнего веса. Никогда. И вам ничего не поможет. Ни тренировки. Вам не помогут диеты. Вам не помогут диетологи, нутрициологи. Вам никто не поможет. Почему? А потому что, когда вы садитесь и начинаете есть, вы не понимаете и не даете себе отчета в том, что у вас за голод сейчас. У вас может быть два вида голода. я не буду разворачивать на себя камеру потому что мне мама говорит да я замечала что я разворачиваю меня тогда очень плохо слышно становится хотя мне бы очень не хотелось вам себя показать вот ладно я сейчас переверну камеру вот я надеюсь меня будет хорошо слышно я буду просто снимать поближе как правило становится плохо слышно вы должны всегда понимать что существует два вида голода голод бывает физически который идет от живота и голод психологически и когда вы хотите чтобы забросить себе продажи вопрос какой голод я сейчас ощущает действительно ли это голод физический то есть что это значит физический голод вы когда вы хотите есть ваши живот пустой вы на протяжении нескольких часов, многих часов вы не ели. Вы понимаете, что вы голодные. То есть это нормальный физиологический процесс. Нормальный ваш голод, который нужно утолить. И если это так, если у вас курчит живот, если вы ставите впечатление, что у вас живот прилип к позвоночнику, то тогда вы садитесь и выкушаете. Выкушаете то, что вы хотите. Но если вы понимаете, что сейчас из-за этого ели, и сейчас вы снова хотите есть, это не голод. Это ваша психологическая проблема, которую вы хотите зажрать. Все. Понимаете, когда вы начнете вот это разделять и тормозить, и об этом немножко задумываться, тогда вы начнете понимать, что во многих случаях вы не голодны. Во многих случаях вы просто заедаете свою какую-то психологическую проблему. Я вот это, короче, иду снимаю, она меня так глазеется, как будто я одна-единственная блогерша на весь город, которая идет с камерой, с телефонами, транзит. Так вот. И вот это очень важно научиться. Вот эту практику я бы вам посоветовала сделать. Это самое первое, что я вам хочу посоветовать сделать. Перед каждым приемом пищи вы садитесь и просто задаете себе вопрос, какой голод я ощущаю. И вы должны очень четко понять, для себя какой это голод, физический или психологический. Когда вы понимаете, что у вас физический голод, что вы действительно проголодались, если вам пора кушать, вы садитесь кушать. И вы едите то, что вы хотите. И снова повторюсь, если вы понимаете, что вы кушали совершенно недавно, и вы снова хотите есть, значит, у вас какая-то проблема в голове. Вот это первый совет, такая первая практика, которую я вам здесь оставлю. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас, у кого есть сейчас эти проблемы с питанием, чтобы вы эту практику применяли в своей жизни. Затем вам нужно убрать абсолютно все свои ограничения. Опять-таки, если у вас 97 кг веса, я не знаю, по какой причине они у вас. Я не могу вам давать какие-то тоже, знаете, такие супер-мега-дельные советы, потому что я не понимаю, у вас этот лишний вес, он по причине заболевания, либо по причине незакрывания рта. Вот это тоже очень важно знать. Потому что если у вас есть какие-то заболевания, это совсем как бы другая история. То есть, возможно, у вас там есть диабет уже, возможно, у вас там есть еще какие-то проблемы, сердечно-сосудистая система. То есть, там может быть все, что угодно. Поэтому я вам так советы раздавать не буду, не могу и не имею права просто. Потому что я просто-напросто могу сделать хуже. А этого допускать нельзя. Но то, что касается определения голода, вот здесь вы должны просто себя чувствовать. Понимаете, нам, наша система, она навязала нам столько всяких стандартов, столько всяких проблем, что мы, опять-таки, из-за всех социальных сетей, из-за всего того вокруг, что творится, мы слушаем абсолютно всех и вся, кроме себя самих. Мы не слушаем сами себя. Мы слушаем всех. Мы слушаем, что нужно есть пять раз в день. Мы слушаем, что это должно быть дробное и мелкое питание. Либо мы слушаем, что это нужно кушать только два раза в день и делать большие перерывы между едой. Мы слушаем и думаем, что наши идеалы красоты – это 90-60 на 90. Либо наши идеалы красоты сейчас – это худые селедки. Понимаете? То есть эти все идеалы кто-то придумал. И мы все стремимся к этим идеалам. Но на самом деле у каждого есть свой идеал. И вы никогда не будете иметь стандарты 90-60 на 90, если вы по своей природе, по своей физиологии не имеете талию. Вот как, например, я. У меня никогда в жизни не будет 90-60-90, потому что у меня в принципе нет талии. И у меня нет широких бедер. И у меня 90 в бедрах не будет никогда в жизни, потому что их в принципе там нет по моей физиологии, по моей генетике, понимаете? Точно так же, как многие латиноамериканки, как многие испанки, посмотрите, какие цветы, они никогда не будут худыми селедками, как наши девочки. А знаете почему? Потому что у них есть талия, у них есть широкие бедра. И у них всегда грушевидная вот такая вот красивая форма. Даже если они полные женщины, у них это смотрится красиво и эффектно, у латиноамериканок, потому что у них есть талия тонкая, у них есть попа. И худыми селедками они никогда не будут, потому что это их физиология, понимаете? Поэтому у каждого, у каждого абсолютно у нас свой идеал. И вы должны добиться своего личного идеала. И он не будет похож ни на какой, он будет похож на ваш идеал. Понимаете, вы должны создать свою лучшую версию, свою из себя. То есть такая, какая она будет. Поэтому самое важное, с чего мы начинаем всегда, самое первое, это поднимаемся рано с утра и начинаем заниматься спортом. Любым. Просто ходить по улице 30 минут без перерыва, в хорошем темпе, не бегая. Я запрещаю вам бегать. Я не рекомендую вам бегать. Я не рекомендую вам велосипед. Я не рекомендую вам ничего покупать, не тратить никаких денег ни на что. На что бы вы сейчас деньги не потратили, это будет всё абсолютно бесполезно, пока вы не поймёте, что вам просто нужно поменять в голове свой чип. Пока вы не поймёте, что вам просто нужно поменять немножко своё мышление. И пока вы просто не поменяете, можно сказать, свой образ жизни немножко. Начните с немножко. И каждый раз вы будете понемножку добавлять, и у вас будут результаты. Поверьте мне, они будут обязательно, если вы не будете лениться. Вообще, все-все достижения происходят только тогда, когда у человека есть дисциплина. Если вы начнёте вырабатывать каждый день свою дисциплину, поверьте мне, когда есть у человека дисциплина, он добивается абсолютно всего. У вас должна быть дисциплина и должен быть план. Вот сейчас вы должны начать с дисциплины, и ваш план – это начать двигаться. Начать двигаться и сбросить свои первые килограммы. Всё. Поэтому это такие мои два самых, может так сказать, основных, да, совета вам, которые я могу дать. Это утречко, мы с вами просыпаемся рано и идём ходить. Вот как девочка, видите, проходит. 30 минут. Просто вокруг дома. Просто по парку. Просто ближайшие, вот, по улице. Я бы вышла и ходила бы здесь, например, да? Вот, но я хожу в спортзале. Опять-таки, если у вас есть возможность ходить в спортзал, но на кардио вы не умеете пользоваться тренажёрами, ничего страшного, их сейчас брать абсолютно не нужно. Что вам сейчас нужно сделать? Это запустить свой метаболизм. Запустить свои процессы, дать своему организму понять, что он должен двигаться. Для этого вам не нужны тренажёры. Вам нужна просто беговая дорожка, на которую вы ставите и будете ходить в своём хорошем ритме, спокойно, не бегая, выпивая водичку, хотя бы литрик, да, на протяжении этих 30 минут, и всё. И второе, мы с вами определились, это, как вы поняли, ай, чуть у меня сбила собака. Я забыла. Значит так, первое, это хождение. И второе, это перед тем, как вы садитесь кушать, перед каждым приёмом пищи, вы задаёте себе вопрос, какой у вас голод? Он физический или он психологический? И уже в зависимости от этого вы едите или вы не едите. Понятно?